Русский премьер Высказывания о возможном начале новой холодной войны очень нетипичны для него, ведь Медведева обычно воспринимают как лидера более либерального прозападного крыла российского руководства, пишет Тайм. Вот фрагмент этой статьи. Насколько воинственным стало российское руководство после того, как Владимир Путин в третий раз стал российским президентом в 2012 году. И в интервью Тайм Медведев заявил, что никакие санкции и давление со стороны Запада не побудят Россию изменить свою позицию. И тут есть интересный момент. В этом интервью Медведев цитирует слова одного из главных героев романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Процитирую. «Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего. И в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут». Также и Россия, говорит Медведев, не будет просить о снятии санкций. По мнению российского премьера, западные страны сами выступают с предложениями о снятии ограничений, осознавая, что от них всем становится только хуже. А вот российский политолог Александр Морозов считает, что Владимир Путин не поехал на Мюнхенскую конференцию, опасаясь быть освистанным. Российский президент вообще в последнее время предпочитает не участвовать в международных мероприятиях, подчеркивает Морозов в своем интервью для международной радиовещательной радиостанции «Радио Свобода». Александр Морозов ранее был главным редактором интернет-издания «Русский журнал». В своем интервью «Радио Свобода» он называет три сценария будущего России на ближайшие 10 лет. Вот цитата из расшифровки интервью Александра Морозова. Речь идет о первом сценарии. Он первый и простой. Кремль считается, окажется одной из сторон реальной большой войны. Мы видим прекрасно, что хотя США и ЕС окончательно стремятся избегать войны, но вполне может сложиться ситуация, когда война, тем не менее, будет развязана чьими-то руками. Саудовская Аравия, Турция, а может быть еще целый ряд вторых стран окажутся втянутыми с Россией в вооруженный конфликт. Второй сценарий, по мнению Александра Морозова, может состоять в том, что Кремль попытается сыграть «общеевропейского миротворца». В кавычках, конечно. Россия может предложить Европе новый договор о безопасности, который закрепит партнерские отношения между Россией и Западом. Стоит отметить, что с такой инициативой сам Медведев уже выступал еще в 2009 году. Тогда он предложил проект договора, согласно которому ни одно государство и ни одна международная организация в Европе не сможет укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран или организаций. Так, к примеру, размещение американских систем противовоздушной обороны в странах Восточной Европы могло бы юридически рассматриваться Россией как нарушение ее национальной безопасности. То же самое касается и вопроса расширения НАТО. Таким образом, Москва могла бы в том числе оказать влияние на решения, принимаемые НАТО. Но даже такой вариант кажется нереалистичным, считает Морозов. Ведь Россия плохо годится в качестве партнера для крупного международного договора. Ранее страна не раз нарушала взятые на себя международные обязательства яркий пример нарушения Будапештского меморандума 1994 года, по которому Россия должна уважать существующие границы Украины и не применять силу против территориальной целостности или политической независимости. И вот, наконец, третий сценарий. Политолог считает, что он может заключаться в деградации политического режима в России и крахе российской экономики. Сценарий вполне реальный, учитывая падение мировых цен на нефть и эффект западных санкций. Не для кого, конечно, радости нет в том, что Россия надолго сама себя завела в тупик своей агрессивной политикой, безнадежной, из которой нет выхода, которая будет вести к экономическому коллапсу. Я думаю, кстати, что сейчас начнет обсуждаться этот очень важный фундаментальный вопрос. Что, если Россия больше не партнер, то тогда какова же будет цена ее экономического саморазрушения? Эта цена экономического саморазрушения России будет высокой. Прежде всего, для Запада, говорит Александр Морозов, полагая, что крах России может привести к образованию моря озлобленных, сумасшедших, желающих поехать куда-нибудь воевать силовиков. Похожая ситуация уже наблюдалась в Ираке, когда подготовленные Западом сотрудники спецслужб и военные стали основой разного рода террористических движений, в том числе и террористической организации «Исламское государство». А масштабы беженства, термин Морозова, из России в случае краха ее экономики даже трудно представить. И вот так полагает политолог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова